Проверка частного сектора, как в Каннском районе борются с захламлением придомовых территорий. Я поздравляю всех вас с первым сборником. Я поздравляю о том, что о наших поэтах будут знать все. Произведения о героях Отечественной войны и любви к родине в селе Потапово Енисейского района презентовали сборник стихов местных поэтов-любителей. Внимание! Челночный бег и заплыв в бассейне. Юные лесосибирцы сдали нормы ГТО. Железногорские спасатели уже трижды выезжали на тушение пожаров в городе. Все три раза горела сухая трава и камыши за станцией юных техников. Бдительные очевидцы немедленно звонили пожарным и огонь удавалось потушить вовремя. Пал травы за сютом спасатели списывают на детскую шалость. Тем не менее, это первые звоночки пожароопасного периода, отмечают спасатели. И предупреждают горожан о мерах противопожарной безопасности в весенне-летний сезон. Если граждане разжигают костер, то до ближайшего объекта должно быть 50 метров и более. Если расстояние меньше, то разводить костры нельзя. Также костры нельзя разводить в ветреную погоду. Место разжигания или разведения костра должно быть очищено и оборудовано первичными средствами пожаротушения. Это бочка с водой, огнетушитель. Пожароопасный сезон в регионе уже объявлен. Но от массовых возгораний в садовых кооперативах и лесах пока спасает погода. Снег местами еще не до конца сошел. Трава мокрая. В прошлом году в это время пожарным уже приходилось работать в экстренном режиме. Ежедневно огонь тушили как в черте города, так и в окрестных лесах. В прошлом году было зарегистрировано 13 лесных пожаров на территории ЗАТО Железногорск. В этом году лесных пожаров еще не было. В прошлом году на тушение сухой травы подразделения МЧС выезжали 180 раз. Площадь горения составила более 30 тысяч квадратных метров. В пожарной части отметили, чтобы не допустить возгораний в садах, сотрудники Госпошнадзора проведут профилактические беседы с владельцами участков. А с приходом теплой погоды работники гор-лесхоза совместно с полицией проинспектируют места отдыха горожан. В Канске-Канском районе продолжается борьба с отходами лесопиления. Но если раньше эта неравная битва шла на полях, то теперь переместилась и на улицы жилых секторов. Вместо привычных дров в качестве топлива для своих печей люди буквально завалили свои придомовые территории горбылем и убирать его не торопятся. Одной из наиболее проблемных зон сейчас, например, является село Польное. Проблема отходов лесопиления видна в польном невооруженном взглядом. Почти на каждой улице можно встретить одну, две, три и более кучи горбыля, чуть ли не у каждого дома. И когда-то участковые после последнего рейда ситуация еще улучшилась. Люди начали постепенно убирать отходы лесопиления своих придворовых территорий. Но до кардинального улучшения ситуации еще, конечно, очень и очень далеко. Чуть больше недели назад участковый совместно с представителями Филимоновского сельсовета составил в отношении сельчан 8 административных протоколов. На кого-то это подействовало, но вот владельцы этой кучи очистить территорию то ли не смогли, то ли не захотели. Любовь к отходам лесопиления в этих местах объясняется просто. Если за дрова в привычном их понимании нужно платить и платить по сельским меркам немало, то горбыль привозят бесплатно. Колоть ничего не нужно, просто пилишь и складываешь. Ему звонишь, надо дрова, бесплатно, просто так. Штраф так штраф будет, что теперь. Куда деваться людям? Ну как, где вот за два дня, где ты такую кучу пить везешь? Ну вам же раньше вроде говорили, там время вроде было, все равно не успевается, да? Ну конечно нет, у людей по 8-9 машин вырублено, по 15 машин. Впрочем, не лучше ситуация и в Канске. На отдельных улицах куча древесных отходов лежат чуть ли не у каждого дома. Убирать их граждане, конечно, пытаются, но работа эта идет намного медленнее, чем происходит захламление территории. Больше всего такая ситуация пугает представителей пожарного ведомства. В период надвигающегося пожароопасного сезона вероятность возгорания данных отходов на придомовых территориях крайне велика. А последствия могут быть просто огромными. Она очень интенсивно горит с выделением очень высокой температуры и дает огромную скорость распространения горения по улицам. Пример тому улица Тихая, 24 мая. Распространение такое катастрофическое по улицам Тихо, по улицам Первая Тихая, Вторая Тихая получило только благодаря, не благодаря, а из-за того, что улицы были все забиты отходами лесопиления. Возле каждого дома лежал этот горбыль. И только вот он дал такое огромное, такое быстрое распространение горения. Сейчас, отмечают специалисты, ситуация на некоторых улицах даже более удручающая. Именно поэтому горожанам рекомендуют как можно быстрее убирать отходы лесопиления с придомовых территорий. В противном случае их ждут штрафы. В течение семи дней необходимо убрать. За это предусмотрена административная ответственность. Штраф от полутора тысяч до пяти тысяч. Уберете? Постараюсь. Не первый год в нашем районе реализовывается краевой инфраструктурный проект «Территория-2020». На очередной весенней сессии школьники и их наставники собрались в Доме творчества «Юность», чтобы вновь погрузиться в проектную деятельность. Три дня ребята из поселка Шушенское и района учатся основам написания качественных и интересных проектов. Заключительный четвертый день посвящен презентации своих инициатив. Участники весенней сессии интенсивной школы предложили более 30 проектов. Теперь эксперты решают, какие задумки подростков нужно поддержать. Очень часто встречаются проекты, направленные на благоустройство территории своей. И это не только субботники по организации чистоты берегов, улиц. Это скорее уже более серьезные взрослые запросы. Это строительство инфраструктуры, это украшение парковых зон. Каждый год порядка 50 проектов в Шушенском районе реализовываются руками молодежи. Им активно помогают кураторы флагманских программ, педагоги и наставники. Идеи юных шушенцев из года в год признаются лучшими в Красноярском крае. Они рекомендованы для реализации на территории всего края. Современные школьники активно включаются в проектную деятельность. Многие из них участвуют в форуме уже не первый год. Проектирование вообще в принципе помогает мне планировать свою жизнь. То есть весь этот, вся цель, план реализации. То есть я могу теперь ставить свои собственные цели и идти правильно пошагово к ним. То есть сама проектировочная деятельность это очень хороший способ, чтобы себя самоорганизовать. А вообще проектная деятельность, я занимаюсь ей потому, что хочу помочь другим, быть полезной для других. И вообще самореализоваться. Финансирование проектов победителей будет осуществляться за счет краевого бюджета – 170 тысяч рублей и 100 тысяч рублей – деньги за районного бюджета. В этом году одобрение экспертного совета получили 29 идей. В селе Потапово презентовали сборник стихов поэтов-любителей. В него вошли произведения 14 местных авторов в возрасте от 7 до 70 лет. Стихи есть. Просто настоящие поэты. И действительно говорят, что Сибирь богата людьми, талантами. Вот наше село совсем небольшое. Вроде и люди живут. Мы их часто видим. Почти каждый день. Но многие не знают, что они такие талантливые. И вот такие вот вечера. Они открывают людям глаза. И мы рады, что сегодня наш сборник будет выходить в свет. Десятиклассница Маша Грищенко – дебютантка. Живет в Потапово всего несколько месяцев. Она посвятила свое стихотворение любви к селу, уже ставшему родному. Лес, синева и поля вдалеке. Все, чем славится село, дорогое. Идешь по селу и простору ты рад. И сердце уходит тревога. И капли росли тебя ободрят. Родная земля нам подмога. Елена Щербакова на заслуженном отдыхе. Работала бухгалтером, но в голове рядом с цифрами всегда уживались яркие образы и рифмы. В стихи писала с детства. В сборник вошли несколько ее сочинений. Это стихотворение у меня родилось. Я давно его мечтала. Когда по телевизору узнала, что мой земляк Василий Пауков погиб в Чечне. И вот этот герой России, когда читаю, то само сердце сжимается и слезы бегут. Ушел герой. Ушел дорога незабвенная. И обретя в земле родной приют, остался ты осколочком вселенной. В краю, где незабудки по весне цветут. Я волнуюсь. Я всегда когда читаю, всегда волнуюсь. У меня просто слезы. Средства на издание сборника в селе получили благодаря выигранному гранту фонда Прохорова в номинации «Новая роль библиотек в образовании». В сельской библиотеке теперь есть настоящая издательская студия со всем необходимым оборудованием – брошюратором, ламинатором, ноутбуком и принтером. Я поздравляю всех вас с первым сборником. Я поздравляю о том, что о наших поэтах будут знать все. Этот сборник уйдет в Москву. Вы это знаете. То есть уже будут знать все об этом. И желаю вам творчества, как можно больше творчества. Кто в чем. Кто-то может стихи, кто-то очерки пускай пишет. Пишите. Мы будем печатать. Для этого у нас есть теперь все технические средства. Первый поэтический сборник «Невозможно прожить без стихов» на селе вышел пока небольшим тиражом. Впрочем, как говорят издатели, материалов хватит еще не на один сборник. Комплекс «Готов к труду и обороне» прочно входит в жизнь Лисосибирска. В это спортивное движение вливается все больше горожан разных возрастов. Свои первые тесты комплекса ГТО выполнили самые юные ребята от 6 до 8 лет. И вот первые задания. Метание мяча, бег на 30 метров и сгибание туловища. Давай, 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 еще, 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 еще. Но чтобы получить знак отличия комплекса ГТО, ребятам предстояло выполнить еще 4 теста в манеже и плавании. Причем это лишь первая попытка. Возможность улучшить свой результат есть у каждого участника. Если с первого раза не получилось выполнить тесты ГТО в мае или в июне, у них еще будет возможность для попытки потренироваться и подготовиться, и еще раз выполнить. Комплекс «Готов к труду и обороне» – это не только вклад в здоровый образ жизни, но и праздник для целых семей. Родители приходят поддержать своих детей в стремлении к высокой цели. Я сама не волнуюсь, надеюсь, что Марат тоже не волнуется. Он отнесся очень ответственно к этому мероприятию, дома маленько тренировался. Мне важно участие, его стремление заниматься спортом. Для него очень важно, он, конечно, хочет получить высшую медаль. Посмотрим. Сдать нормы ГТО может любой желающий в центре тестирования на стадионе труд. Специалисты помогут пройти регистрацию, дадут все рекомендации и примут выполнение нормативов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова